Есть определенная схема лечения и диагностики при тех или иных видах рака. Если мы знаем, что у человека есть рак легкого, мелкоклеточный тип строения опухоли, то вероятность метастазирования в головной мозг значительная. Также это бывает при меланоме и раке молочной железы. И всегда таким пациентам нужно проводить МРТ головного мозга для определения стадирования. То есть мы выявляем у человека злокачественное новое образование, определяем его гистологическое строение, иммуногистохимический тип, и мы обязаны провести скрининг других органов и тканей, куда могли распространяться эти клетки. Наиболее часто метастазируемые раки – это рак легкого, молочной железы, меланома, рак почки. Когда мы об этом знаем, мы обязаны проверить мозг. Если мы видим медулобластому, это такие злокачественные новообразования, которые чаще бывают у детей, это очень агрессивные незрелые опухоли, они метастазируют по оликвароносным пространствам. В таких случаях нужно проверять все отделы нервной системы. То есть мы сканируем голову, естественно, обнаруживаем там опухоль. Мы обязаны проверить шейный отдел, грудной, поясничный отдел, позвоночник, для того, чтобы выявить там возможные метастазы, которые могли распространиться ликварным путем и зафиксироваться на спинном мозге или его корешках. МРТ сконтрастировал не наиболее точный метод для оценки состояния нервной системы, поскольку мы четко видим размер очага, видим характер накопления и контраста, можем увидеть степень выраженности отека, точное расположение анатомической очага. И для нейрохирурга, в общем-то, для планирования тактики хирургической операции, то МРТ для нас является наиболее информативным методом исследования. ПЭТ-КТ – метод, который позволяет выявить метастазы во всем организме. Конкретно для мозга мы можем применять ПЭТ-КТ только для дифференцировки заболевания или какого-то другого состояния. Но это тоже не всегда бывает точно. Поэтому МРТ на сегодняшний момент является золотым стандартом. Варианты лечения должны быть определены онкологическим консилиумом. То есть метастазы в головной мозг – это далеко зашедший онкологический процесс, это так называемые отдаленные метастазы, которые возникают уже при достаточно распространенном онкологическом процессе. И, как правило, такие случаи и определение тактики лечения таких пациентов должны определяться на мультидисциплинарном консилиуме с участием врача-онколога, химиотерапевта, радиотерапевта и нейрохирурга. Как правило, каждый случай индивидуальный, поскольку большинство метастазов, больше 70%, являются множественными. Где-то в одной трети только единичными. Непосредственно крупные метастазы с отеком, с кровоизлиянием, которые являются симптоматическими, которые угрожают в жизни человека или вызывают грубые неврологические симптомы, должны оперироваться. Безусловно, это первичная линия лечения, то есть это микрохирургическое удаление этих метастазов. Если мы говорим о множественных мелких метастазах, которые не угрожают жизни человека, то есть в настоящий момент от отека и дислокации, то применяются другие методы лечения – системной терапии и лучевой терапии. Тастазы неоперабельны в случаях, если онкологический процесс значительно прогрессирует, есть поражение других органов и тканей, есть признаки полиорганной недостаточности, и риск операции значительно высокий, и он превышает, скажем так, результаты операции. То есть риск больше, нежели польза от хирургического вмешательства. Такой пациент, как правило, признается палеотивным, и, в общем-то, операция не проводится в таких ситуациях. Либо же метастазы, которые расположены в достаточно труднодосягаемых областях мозга, типа ствола мозга, либо когда риск операции также значительно высокий, связан с высоким риском нейрохирургических, неврологических осложнений после операции. По факту мы можем только навредить операции и сократить срок жизни и качество жизни. Тяжелого пациента. Если говорить про меланомы, эта опухоль наиболее такая агрессивная, которая абсолютно низкодифференцирована, и даже из небольшой опухоли, из перенышечного очага могут образовываться множественные метастазы по всему организму, в частности, головного мозга. Особенность меланомы в том, что она часто подвергается некрозу и кровозлиянию. То есть это наиболее незрелые клетки, низкодифференцированные, которые не успевают пройти все этапы развития ангиогенеза. И патологические сосуды просто приводят к кровозлиянию в опухоли. Это опасная для жизни ситуация. Резкое увеличение в объеме образования, которое есть уже, приводит с давлением мозга, увеличение отека. И такие ситуации, как правило, можно считать экстренными. Рассматривать это наравне с внутримозговой гематомой. После удаления мы эти образования отдаем на исследования. Проводится иммуногистохимический исследование для определения типирования, именно какой метастаз какого органа. И это более точный способ. Гистологически это может выглядеть как низкодифференцированная аденокарцинома, но при этом типирование осуществляется с помощью иммуногистохимического исследования. Уже с помощью антител можно определить, что это именно рак легкого. Это подтверждает диагноз, и тогда уже стадия становится М1 или М2. То есть, отдаленный метастаз головного мозга рака легкого. Метастазы головного мозга – это довольно опасное состояние далеко зашедшего онкологического заболевания, но это не является приговором. Эта ситуация часто является жизнеугрожающей и препятствует дальнейшему системному лечению. Но при этом, удалив метастаз, можно значительно улучшить качество жизни пациента, продолжить его жизнь. В нашей клинике есть возможность проведения этих операций. У нас есть полный спектр онкологической помощи, химиотерапии, лучевой терапии и нейрохирургии соответственно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok